Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS Wall 2.5 на самолете F-16C И в этом видео у нас гайд по ведению ближнего воздушного боя на этом самолете Но перед тем как мы приступим, стоит упомянуть о том, что обязательно у вас должен быть настроен трехпозиционный переключатель Dogfight Missile Который служит для того, чтобы переключаться между режимами ближнего воздушного боя, дальнего воздушного боя и режимом навигации То есть если у вас имеется трехпозиционный переключатель где-нибудь на рут, то настроить его нужно таким вот образом, как я это сделал Если у вас трехпозиционного переключателя нет, то эти вот самые три позиции нужно вот тут настроить Dogfight для ближнего воздушного боя, Missile для дальнего воздушного боя, а центр это для режима навигации Данным переключателем пользоваться куда проще, чем щелкать кнопки на передней панели, особенно посреди боя-то Ну и само собой не забываем о том, чтобы настроить команду Cage on Cage, поскольку на F-16C ракеты АМ-9 по умолчанию ориентированы и не наводятся на захваченную цель И чтобы их навести на неприятеля, нужно как раз таки щелкнуть клавишу Cage on Cage Ну вот давайте трехпозиционный переключатель выбора режимов помещаем в положении Dogfight Оп, и видите, меняется индикация, вот у нас показано, куда направлены ракеты АМ-9 Тут мы видим прогноз дорожку, и также скорость, высота полета, Dogfight Ну как можно догадаться, означает то, что у нас выбран режим ближнего воздушного боя И когда вы включаете режим Dogfight переключателем, также выбирается необходимое оружие, а именно пушка и ракеты АМ-9x И автоматически включается охлаждение, то есть не нужно беспокоиться о том, чтобы включить охлаждение у ракеты АМ-9 Поскольку при включении режима Dogfight все это производится автоматически Если мы переводим переключатель выбора режимов в положении центр То, как я уже сказал, возвращаемся в режим навигации Давайте обратно в режим Dogfight вернемся Ну а для выбора режимов ближнего воздушного боя служит хатка TMS Смотрите, TMS вверх включает режим Boresight Сканируется вот эта вот зона довольно-таки небольшая TMS вниз включает режим вертикального сканирования Поиск цели производится в этой узкой и длинной зоне, которая еще и уходит в верхнюю полусферу То есть режим вертикального сканирования очень полезен, когда вы тянете ручку для того, чтобы довернуть на противника Противник у вас где-то тут находится И в таком случае режим вертикального сканирования поможет вам его захватить Ну а нажатие TMS вправо включает режим HUD ближнего воздушного боя То есть производится сканирование зоны вокруг Quills Вот в этой вот зоне осуществляется поиск неприятеля примерно И любая цель в данной зоне автоматически помещается в захват, понятное дело Так что все эти режимы очень хороши И вы сами смотрите, каким из них вы будете пользоваться в той или иной ситуации Ну вот я схожусь с целью Режим ближнего воздушного боя включил И попробую сейчас этот Су-27 захватить в режиме Боресайт Почему бы и нет В данном режиме вся мощь излучения РЛС направляется в одну небольшую зону И цель захватывается довольно-таки быстро Режим Боресайт включил Есть захват Нажал кейдж-анкейдж, чтобы направить ГСН ракета АМ-9Х на цель И пуск Цель поражена Но если есть необходимость в повторном пуске То нужно еще раз нажать клавишу кейдж-анкейдж Чтобы направить ГСН уже второй ракеты на цель Ну а теперь давайте поговорим про применение пушки на F-16C Схожусь с целью Режим ближнего воздушного боя включил И теперь что от меня требуется Захватить цель любым из режимов для ближнего воздушного боя И также мне нужно выйти неприятелю на 6 Давайте сейчас этим и займемся Так, ну вот уже захват есть И теперь пытаюсь перекрутить этот Су-27 Ну в общем-то уже у меня очень удачная позиция Снова его захватываю Цель захвата помещается автоматически Ну а теперь давайте поставлю паузу И расскажу вам про индикацию на ИЛС Собственно говоря, да Все, что от нас требуется Вот этот вот кружок Навести на цель, которую мы будем поражать И зажать кнопку стрельбы из пушки И цель тогда будет поражена Касательно другой индикации Ну смотрите, тут вот у нас отметка Куда полетят снаряды при стрельбе с перегрузкой в 1G Тут отметка, куда полетят снаряды с перегрузкой в 9G Вот, собственно говоря, сама перегрузка отображается И сейчас составляет 4,6G Я вообще не понимаю, зачем эти две отметки нужны, если честно Поскольку все, что нам нужно Вот этот вот кружок, который нужно навести на цель И начать стрельбу Вот мы наблюдаем шкалу дальности Для ракеты АМ-9 с отметкой максимальной разрешенной дальности пуска И минимальной разрешенной дальности пуска Тут у нас отображается скорость сближения с целью Сейчас цель от меня улетает понемногу Поскольку скорость отрицательная Вот тут отображается дальность до цели Сейчас в сотнях футов Вот, собственно говоря, и все Не так уж много индикаций И, в принципе, вся она довольно-таки информативная Да ладно, давайте Отжимаю паузу и продолжаю свою погоню за целью Сейчас все, что-то мне нужно Это навести кружок на цель И открыть стрельбу Наводим, наводим Огонь И цель поражена Блин, вулкан, конечно, распиливает Самолеты просто бррррр, дал очередь и все его распилило Еще, кстати, добавлю то, что если вы планируете применять ракеты АМ-9 из режима дальнего воздушного боя То охлаждение все-таки нужно включать вручную Смотрите, выбираю ракеты АМ-9х И щелкаю по кнопке напротив надписи Worm Чтобы включить охлаждение ракет Давайте захватываю цель на экране RLS Оп, есть захват Щелкаю cage on cage, чтобы навести GSN ракеты на цель И пуск Ну а после поражения цели Уже можно отключить охлаждение Чтобы хладагент не тратился Ну это я к тому, что если вы не переходите в режим dogfight То включать-выключать охлаждение ракеты АМ-9 не забывайте Ну и да, применение на шлемке Я думаю покажу, как не в следующий раз Не хочется видос затягивать Так что на этом у нас на сегодня все Надеюсь это видео было кому-то интересно И всем спасибо, всем до свидания